Здравствуйте! С вами портал Мастер Форум. Сегодня изучаем аккумуляторную цепную пилу GreenWords. Явление на российском рынке можно сказать уникальное, потому что у этой пилы нет тормоза цепи. Здесь есть экран, но де-факто все пилы, которые сейчас представлены, они оборудованы тормозом, здесь почему-то нет. Сейчас покажем почему, собственно говоря. Объяснение достаточно простое. У этой пилы очень маленькая скорость цепи, 4,2 метра в секунду, это немного. Склонность к обратному удару она не проявляет, тем более что здесь установлена безопасная цепь с ограничителем глубины реза. Сейчас мы сделаем то, что делать в нормальной эксплуатации нельзя ни в коем случае. Мы попытаемся спровоцировать обратный удар и посмотреть, как эта пила себя ведет. Потому что версия такова, что тормоз цепи ей именно и не нужен вообще из-за того, что она не отскакивает. Сейчас мы посмотрим это в действие. Не пытайтесь повторять, это явление на самом деле достаточно опасное. В нормальных условиях эксплуатации пилу держат двумя руками. Вот сейчас, чтобы показать стулочку от стопу, я ее буду держать одной рукой. Вот так вот. Не делайте этого. Это дуль полная. Как видите, немножко прыгает. Но не сильно. На самом деле, вот именно вот эта вот концевая часть шины считается самым опасным местом. То есть нельзя пилить вот так вот, как я сейчас делал. Вот так вот запиливаться просто нельзя. Это запрещено. Правила на технике безопасности. Потому что это провоцирует обратный удар, резкий отскок пилы. Вот такой вот. В сторону оператора. Вот здесь. Из-за низкой скорости усилия этого обратного удара очень небольшое. Но тем не менее, как видим, он есть. Так что обращаться с пилой надо все-таки аккуратно. Сейчас посмотрим другую модель. У Greenworks есть аккумуляторная пила из той же 40-вольтовой линейки. Но модель более функциональная, с бесщеточным двигателем. У нее скорость цепи более чем в два раза больше. Вот мы сейчас посмотрим. Та же самая схема. Но, отличие, здесь есть тормоз цепи. Вот он. Как видим, здесь отбрасывает гораздо сильнее. Потому что скорость цепи выше. Что происходит? Когда происходит какие-то обратные удары. В идеале, в момент обратного удара, рычаг должен коснуться руки. И вот так вот отщелкался. И цепь должна остановиться. Здесь просто не настолько большое усилие, чтобы она прыгнула. Но, тем не менее, здесь цепь более быстрая. Поэтому тормоз цепи здесь уже является обязательным элементом. Самый надежный тормоз цепи – это инерционный. Тот, который срабатывает не только от контакта с рукой. Но еще и сам по себе от резкого рывка. Проверить инерционный тормоз или нет достаточно просто. Есть такая стандартная методика. Держите пилу так, чтобы конец шины находился примерно в полуметре. Вот, например, дерево. Взводите тормоз и отпускаете. Есть тормоз инерционный, но он должен переключиться от этого удара. Здесь не переключается. Инерционный он не является. Автоматический – да. Потому что срабатывает сам от контакта, но не инерционный. Посмотрим еще одну пилу. Из 80-ти вольтовой линейки Greenworks. Посмотрим, как она поведет себя в такой ситуации. Тормоз здесь есть. Тормоз переключился, похоже, сам. Сейчас проверим. Вот здесь вот он срабатывает. Видите? Здесь он срабатывает по инерции. То есть, даже если вы будете валить это пилой дерево, руки в этом случае держатся в таком положении, а у пилы нет. У тормоза не находится в контакте с рукой. Он не сработает, если вдруг пилу отбросит. Но это сработает по инерции. Так что следите за безопасностью. И все у вас будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...